Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Итак, сегодня я хочу сделать обзор на вещи, которые я заказала на сайте Роми. Ссылочки на мой заказ вы найдете в инфобоксе под вот этим видео, а также все ссылки, все промокоды для Черной Пятницы. Все, девочки, смотрим вниз под видео и вас ожидают очень приятные сюрпризы. Ну, а я сейчас начинаю свой обзор и начать хочу с вот этого вот свитера, который я заказала на сайте Роми. И очень довольна своим заказом. Во-первых, в этом сезоне достаточно модного, различного рода шнуровка. Более с мелким шнурком, более с тонким шнурком или более с глубоким декольте. В общем, различного вида. Также здесь идут вот такие вот отверстия на рукавах. В общем, смитер, девочки, смотрится достаточно классно. Мне нравится. К телу очень приятный. И вязка достаточно плотная, что если вы будете заказывать свитер на зиму, то вы не прогадаете. Относительно размера он идет в одном размере, но я думаю, что прекрасно подойдет, если девушка худенькая или женщина худенькая. Размер 44. Прекрасно подойдет, мне кажется, от 44 до 50 размера. Потому что в зависимости от вашей комплекции, естественно, и будет зависеть посадка свитера. Я мой нормальный размер, это если считать наши размеры славянские, то это где-то между 46 и 48. Вот так вот свитер, видите, он достаточно широкий. Сейчас вот отойду, может меня будет лучше видно. Длина вот такая у него. Ну, в общем, смотрится очень хорошо. И при том, что если у вас немаленький бюст, то, как видите, нигде не под рукавами, нигде он не прижимает. В общем, вещица очень удобная. Цена недорогая. И смотрится достаточно стильно, модно и классно. Так что первой вещью из моего заказа могу сказать, что я довольна на все 100. Ну, конечно же, покажу свитер. Вязка ровная, нет никаких затяжек. И что мне нравится, что он не кошлатится. Конечно, не знаю, как будет после второй или третьей стирки. Я делаю в том, что полученные вещи перед тем, как надеть, я всегда их стираю. И видите, как абсолютно после стирки свитер не видоизменился. А наоборот, я бы сказала, принял такую форму уже, знаете, законченного такого вязаного изделия. Потому что после вязки, когда женщины, девушки, которые вяжут, они меня поймут. Когда ты связал модель, то она какое-то время, ну, видно, что она новая. И обычно мастерицы, которые вяжут, они стирают вещь перед тем, как начинать сборку рукава, полочки, спинка. Так что вот такой вот. Немножко, конечно, цвет камера не передает. Цвет такой зеленовато-горчично-бордовый. Очень красивый. На камере я вижу он какой-то более коричневым показан. Но на самом деле, девочки, цвет хаки и больше такой вот зеленоватый. Цвет очень красивый. Также я заказала два плаща. И, скажу честно, немножечко разочарована. Но не спешите судить. Разочарована не качеством, не доставкой, не цветом. Все аналогично, как на сайте. Качество и строчка хорошие. Вышивка, посмотрите, ни ниток нигде не видать. Так, сейчас я вот этот вот отправлю на место. С внутренней стороны, можете видеть, я покажу поближе, чтобы ни у кого не было сомнений. На спинке с наружной стороны смотрится очень красиво. В чем мое разочарование? Это достаточно такой... Я думала, что это плащ-пальто. И как бы прекрасно мне будет на такую французскую осень. Конечно, для более северных районов такие вещи подойдут, наверное, только на сентябрь и на конец августа. Но даже сейчас у нас в этом ходить достаточно прохладно. Плотность ткани у этого плаща, я не могу назвать это даже плащом. Это, скорее всего, удлиненный жакет, тонкая. Но на летний период, на какие-то прохладные летние дни или на теплую весну и начало осени, конечно, такой плащ-жакет или удлиненный жакет, можно называть его по-разному, будет неплохим дополнением, если вы куда-то выходите. Вот, пожалуйста, посмотрите с близкого расстояния, как сделана вышивка. И, на мой взгляд, сам рисунок очень интересный, такой оригинальный. Достаточно летний, полевые цветы. Смотрится очень красивая цветовая гамма, такая, что подойдет под и джинсовую ткань, что если вы будете одевать джинсы и под какие-то летние брюки, летнюю какую-то одежду, летнее платье. В общем, жакет смотрится очень даже неплохо. Смотрите, воротничок, строчечка качественная. Ну, а там, конечно, вам судить, вам выбирать. Вот, показываю размер L, но он маломерочком. Видно даже, что здесь вот по груди выточек нет, идет абсолютно ровный. И здесь присутствует одна большая пуговица. Можно будет носить под пояс и можно будет носить на распашку. Можно носить только застегивая на пуговку. В общем, как вам заблагорассудится. Вот такой вот жакет. Ткань немножко стреч, она тянется. Второй плащ, который я заказала, признаюсь откровенно, заказала его из-за того, что здесь вот такие вот оригинальные рукава. Видите, идут они до плечика и получается это как бы такой жилет-не жилет, жакет-не жакет, плащ-не плащ, но в общем смотрится оригинально. Здесь какой нюанс, девочки, если вы... Я, кстати, вот размер L для плаща черного и размер L для плаща серого. И если L идет где-то на M и при том маленькую M, потому что он мне тык впритык, то вот этот вот плащ, он подойдет, наверное, он мне огромный. Придется перешивать пуговицы, потому что он размер большимерит и можно его даже заказывать женщинам, которые носят 52-54, потому что он, девочки, он реально, реально, смотрите, какой широкий. Он очень широкий. И вот здесь вот я не знаю, даже отнесу в ателье, попрошу, может быть, как-то по талии нужно будет вшить и, естественно, перешить пуговицы, потому что я вот в нем обматываюсь вдвое. А так ткань очень приятная, посмотрите, какая такая льющаяся. И вы знаете, цвет вот, я бы сказала, такой серо-перламутровый. Смотрится очень красиво, особенно на улице, когда солнышко. У плаща такой вот вид, он как переливается. И мне кажется, если вот одевать такой плащ на начало осени, то можно будет одевать какую-то вот футболку или легкую блузочку, брюки и использовать его не в виде плаща, а так же, как и черный, в виде жакета. И вот второй плащ. Смотрите, внутренние швы, сразу показываю. Тоже аналогично размер L. Вот так вот сделан шов. Ткань очень красивая. Здесь вот строчка, внутренняя пуговка есть, но, девочки, реально, сейчас я покажу вот здесь вот, как оно идет на кулиске и завязывается. Но он, вот смотрите, он реально очень большимерит, размер очень большимерит. Что здесь вот, смотрите, одна полочка и насколько он широкий. Так что, девочки, у кого размер больше 46, 48, 50, 50, 52, можете заказывать размер L, не прогадаете. Ну, а кто носит размер поменьше, то придется, как и мне, ушивать. Но возвращать однозначно я не буду, потому что мне очень понравилась вот эта вот оригинальная модель, сам крой. И, в общем, я не думаю, что будет сложно как-то его немножечко уменьшить. Всем большое спасибо, что вы провели эти несколько минут вместе со мной. Надеюсь, обзор на показанные мною модели вам был интересен. Что касается меня, я очень часто смотрю обзоры различных блогеров, потому что, когда ты что-то заказываешь, я, кстати, несколько платьев и свитер заказывала уже после того, как я посмотрела аналогичный обзор. Потому что перед тем, как заказать, ты сомневаешься, подойдет ли размер, большимерит ли модель или наоборот, это маломерка. А когда ты уже наглядно увидел, что и как, и, соответственно, качество, тогда уже нет сомнений, потому что покупки онлайн, покупки в интернет-магазинах, конечно, если размеры не всегда соответствуют, то имеется риск получить не то, что ты хочешь. И чтобы потом не было никаких нюансов с возвратом, терять время. Ну, в общем, вы сами все понимаете. Вы такие же потребители, в принципе, как и я. Также повторяю, все ссылочки, все промо-коды вы найдете под этим видео. Дорогие мои, всем желаю приятного шопинга в Черную Пятницу. Обязательно зайдите на сайт Ромми. Я на 100% уверена, что вы найдете много интересных вещей, модных вещей, стильных вещей по низкой цене. Ну, а в Черную Пятницу, сами понимаете, скидки будут не маленькие. Всех люблю, обнимаю и до новых встреч на моем канале в моем новом видео. Пока-пока!